Ну что же, приветствую всех, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Ну, это такая вот, знаете, необычная рубрика. Это больше, наверное, чтобы также потом, возможно, и пообщаться в комментариях. Но это то, над чем я думал годами, рассуждал годами, да, вот. И вот пришел уже, наверное, на определенном промежутке своей жизни к данным выводам. О чем бы, в принципе, и хотел с вами поделиться. Ну что же, давайте начинать. Это топ заблуждений в спорте и, в принципе, также в жизни. Ну и давайте начнем такого с первого аспекта, да. Я, как бы, скажем так, подготовился, да, к данному разбору. Это труд, труд жизни. Это, скажем так, если человек идет по спорту, вначале обсудим аспект. И человек идет просто по жизни, да, с трудом. То есть, ну давайте в спорте. В спорте что самое главное? Ну вот, если мы, кстати, начинаем с труда, да. Это труд, это значит отдаваться своему делу, скажем так, по которому ты дальше просто пойдешь по жизни, да. То бишь, это спорт или, то бишь, там, это работа или что-то. Это отдаваться, скажем так, полностью этому делу. Ну и, наверное, также туда включается в какой-то степени, если это спорт, то, скорее всего, ты это дело любишь, раз ты вот так вот рискнул всем и решил, да, трудиться. Это, естественно, любой спорт, да. В любом спорте, чтобы прийти к каким-то определенным высотам, успехам, финансовой независимости, естественно, нужно много пахать. Это ни для кого не секрет. Я как-то сам попробовал на определенном промежутке своей жизни в 15 лет там попробовать отдаться, да. Но, скажем так, касательно спорта там, вот, много тоже трудился, казалось бы, да. Но никогда мне что-то в жизни не давалось так легко, допустим, ну, взять же того же, допустим, Конора Макгрегора, да. Вот, он ведь тоже трудился, да, он ведь тоже как бы немало пахал, как бы, да. Но благодаря, скажем так, именно, наверное, факторам больше, как человеку, там, вот, этому трештоку, что он добавлял, естественно, а не просто, как бы, труду, да. Он, в принципе, и, ну, вот, так сказать, добился определенных успехов в жизни. Но я знаю, например, очень много парней, вот, даже лично, как бы, с ними знаком, которые пахали в жизни, ну, наверное, еще и поболее. Но, однако, вот, жизненные обстоятельства сложились в жизни так, что к этому, скажем так, они не смогли дойти, приблизиться или, вот, что-то им не давало. Хотя они отдавались так же, ну, уж точно не меньше, там, чем многие, там, звездные спортсмены и все остальное, да. Но в жизни не сыскали столь такого вот успеха, да. И вот, к чему я, как бы, клоню, да, то, что в каком-то плане это много факторов зависит от, там, удачи, насколько тебе, скажем так, повезло в том или ином аспекте, да. Просто я замечаю, что многие, там, люди, вот, там, даже Скала Джонсон, кто знает, да, там, очень хороший актер, классный, да, ну, в принципе, как человек в жизни, да. Вот, режиссер, режиссер сейчас, насколько я знаю, и много-много таких, вот, очень знаменитых людей в жизни говорит, что, вот, если трудиться, трудиться, обязательно чего-то достигнешь. Я, как бы, знаете, ну, наверное, слушая такие мысли лет, там, не помню, 13-14, я ведь тоже так считал и трудился, тоже и отдавался какому-то определенному делу, там, в полной мере, насколько я тогда чисто физически, там, и все остальное мог, да, ну, вот, как видим, пока что 22 года не сыскал, но в любом случае, как бы, настрой, сам настрой на жизнь, и, там, не важно, спорт или, там, это, там, работа, которую ты, там, любишь, занимаешься, это очень правильный, вот, но не всегда, не всегда, далеко не всегда так получается. Также второй аспект, друзья, это талант, талант человека, да, насколько ты хорош в том деле, которым ты хочешь заниматься, которое ты любишь, да. Талант тоже немного значит, как говорится, есть такой успех, это 99% труда и 1% таланта, но не совсем я соглашусь, друзья, с этим выражением. Я скажу, что все же успех, это по большей части труда, процентов 60-70, но талант в успехе, я считаю, это немаловажим. Допустим, когда я, там, пошел на тот же бокс, естественно, допустим, не занимаясь, по сути, практически ничем до этого, там, да, там улица, там, все такое, допустим, мне тренер есть сказал, что у меня талант в том, что, несмотря на то, что ничем я до этого не занимался, как бы, у меня есть нокаутирующий удар с правой руки, то есть, может, я поначалу очень коряво его доносил, но, несмотря на это, вот, я помню, рассказывал как-то историю подписчикам, то, что я умудрился вырубить там парня, который занимался 6 лет, да, хотя я пришел, как бы, по сути, ну, никто звать меня никак, ничем особо не занимался, да, но я сумел его вырубить, потому что я считаю, в каком-то плане, да, здесь сыграл талант, вот и все, вот, естественно, третий, третий аспект, друзья, это успех, то есть, первые два берем, если ты трудишься, если у тебя есть также талант, то обязательно следом за этими двумя факторами должен идти успех, но, я скажу, не знаю, возможно, там где-то мои упущения, но, вот, как я помню, началась война, то есть, дальше, смысл, здесь продолжать не было, так как этот уровень, это уже был пройденный этап, в общем, чтобы вы понимали, то есть, уже нечего было усовершенствоваться здесь, не было там той оппозиции, здесь все было на местном уровне, да, нужно было куда-то двигаться дальше, ну, а с начала войны, естественно, это, там, и потеря денег затем последовала, да, границы были просто закрыты, замкнуты, да, уехать вариантов особо-то и не было, и в каком-то плане, вот, два этих аспекта, вот, то, что я трудился, то, что в каком-то плане был талант, пусть там и небольшой, но мне говорили, что он у меня был, и я тоже, как говорится, в это верил, вот, и, как бы, ну, вот, что-то вот в жизни, вот, мне, ну, просто не было чисто возможности, возможности дальше куда-то двигаться, да, вот, это было все настолько спонтанно и неожиданно, ну, и давайте плавно перейдем к пятому аспекту, это, конечно же, во многом, чтобы там, ну, это, это больше касательно спорта, да, это треш-шток, то есть, если ты себя показываешь, как ты себя ведешь, там, действуешь на публику, да, то есть, может, ты и не плохой, как бы, такой человек, но вот этот треш-шток, который сходит, это можно столько гадости вылить, но это даст тебе, скажем так, медийность, популярность, больше узнаваемость. В спорте это продвигает твоему продвижению, ну, вот, в десятки, в десятки без преувеличения раз, это важнее любого, скажем так, труда, который ты проделал, да, вот, есть такие трудяги, всю жизнь трудятся, там, невероятно, там, пашут, пашут, ну, без этого треш-штока медийности, ну, просто никуда. Касательно, если применить жизнь, это работы, друзья, ну, это насколько ты, там, показываешь себя перед начальством, да, насколько ты себя, возможно, показываешь таким вот человеком хорошим, таким вот, таким вот, там, мужественным, видишь, что за тобой, там, люди, как бы, пойдут, они тебя поддержат, там, в любой момент, да, вот, но на самом деле ты, по сути, таким человеком не являешься, вот, скажем так, это что можно, сказать, про жизнь, да, вот этот вот, такая небольшая, как бы, показуха, так, показывать тем, кем ты не являешься на самом деле. Обычно, если ты обычный, там, как бы, парнишка, ну, вот, у меня, я никогда не умел вот этот треш-шток, вот, просто я его не признавал, я считал, что это двухличность, это какое-либо лицемерие, и я считал, что, если, допустим, я где-то этим в жизни займусь, там, в жизни, там, или раньше в спорте, несмотря на то, что я тогда был очень юн, мне там 15 лет было, казалось бы, можно все, что угодно было попробовать, да, я никогда не признавал, я просто сделал себе такой, вот, в голове себе заложил, что если, если, вот, я начну это использовать, где-то, там, в спорте, да, а ведь много таких моментов было, где, вот, нецензурно, как-то, вот, там, даже в ринге, там, когда, вот, идет поединок, там, как бы, выражаясь, а потом спрашиваешь, там, парня, ну, а зачем ты так? Ну, он думал, ну, я думал, что я так заберу у тебя победу, потому что мне казалось, что если я тебя психологически сломаю, наговорив, там, кучу гадостей касательно чего, и я тебя, как-то, может, выведу, там, сбалансирую, как бы, ты пойдешь, там, и все остальное, да, то есть, ну, ничего личного, как бы, это все ради победы было сделано, в каком-то плане я и понимал, но сам никогда такого не признавал, так же и в жизни есть такие, там, в работе, я там то, я там это, тебе дают должность и, естественно, зарплату, которую ты, по сути, ничего не умеешь, не заслуживаешь, но заболтав, там, многим кому-то, там, уши, да, там, то, 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 ты, скажем так, получаешь эту должность, ну, благодаря, скажем так, какому-то плане, там, вранью, или, вот, ну, по большей части вранью, да, это в жизни, так это смотрится, да, вот, ты себя показал-то тем-то, тем-то, кем ты, на самом деле, не являешься, или ты что-то не можешь в плане работы, но ты вот так вот всех уверил, что да, это дастся, там, вот. Вот, ну, естественно, исходя из этих всех факторов, в каком-то плане, вот, как говорят, труд, талант, вот, затем, как говорится, вроде должен следовать успех, но из этого мы видим, что без треш-тока, без медийности, как я уже объяснил, как это в жизни выражается, да, по сути, по большей части, без этого никуда. Да, если ты не интересен многим, там, как личность, не то, что, насколько ты, там, умеешь, там, трудиться. Знаете, я скажу честно, у меня разные работы были в жизни, где-то, там, на заработках, там, сколько я получал, 1200, полторы в день, в общем, да, вот, тоже пахая за эти деньги, а бывало, что тебе приходилось пахать еще и похлеще, но за 350 рублей в день, как бы, вот, и такое бывает, да, вот, и, как бы, ты себя, ну, я думаю, многие, может, меня поймут, как ты себя в этот момент чувствуешь, да, когда ты понимаешь, что тут тот труд, который ты вкладываешь, да, а кто-то там ходит, как говорится, байдеки пинает и получает ту же зарплату, что и ты, да, но, вот, к тебе какое-то отношение, вот, если, вот, видишь, что с человеком можно подвыжать что-то, да, что, вот, он добросовестный к работе, вот, скажем так, трудяга, да, вот, раз этим занялся, значит, нужно, как бы, выполнять все четко, там, по инструкциям, делать, 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 да, то, вот, на таких людей стараются, вот, недобросовестные люди выезжать, да, вот, точно так же, в принципе, это было, как-то, вот, была работа, очень, очень тяжелая работа загрузчиком, в общем, где я, по большому счету, так же и оставил спину, в принципе, на той работе, то есть, потом, в общем, очень серьезные, у меня также проблемы со здоровьем, там, в каком-то плане, где-то из подросткового возраста некоторые выявились, да, но я особо не хотел обращать внимание, так как у меня были свои, там, планы, и как-то, вот, на второй план у меня все это отходили, ну, и потом, вот, эти вот работы, где я, скажем так, мог бы забить на все это и показать себя обычным, там, ну, таким вот работником, ничем не, таким вот, не выделяющийся, я всегда, там, любил, там, вот, если и взяться за дело, то надо обязательно трудиться, надо пахать, там, да, вот, и ко всему добросовестно, то бишь, каким-то, если ты спорту, даже если это ты для себя идешь, тоже ты можешь выкладываться, ну, и хотя даже, когда работаешь на дяде, вот, у меня что-то тоже всегда, может, это и глупость молодости, я не знаю, как это назвать, да, вот, ну, и такой, наверное, важный фактор, переходим в седьмой, это, в принципе, человечность, человечность, это, вот, насколько, там, конечно же, никто из себя нормальный, вот, человек не оценит, вот, я, наверное, такой хороший, замечательный и прекрасный, да, вот, наоборот, я считаю, что это неправильно, да, человеком может показать только твои, скажем так, поступки, действия, и я считаю, что человеком могут в каком-то плане, вот, оценить, наверное, со стороны сам человека, вот, такой, действительно, если ты таким являешься, допустим, хорошим человеком, я думаю, что, ну, вряд ли кто-то скажет, о, да, я таким и являюсь, как бы, это будет неправильно, человечность, это, также, я считаю, в том, что, ну, вот, по жизни, что для меня это значит, это то, что быть таким, каким ты являешься, то есть, нет у тебя вот этой никакой маски, какой-то, либо двух личностей, там, вот, или наговорить, там, кучу, там, скажем так, языком начисать то, что ты, там, да, 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 о, так ты пойдешь у нас на ставку в 3 тысячи в день, там, да, какая тебе 1200, он, парень же, столько-столько умеет, да, ну, а потом по итогу проходит месяц, деньги-то он свои получил, да, вот, ну, ты ж, зачем ты так, вот, там, там, работодатель, да, ну, ты ж это нифига не выполнил, ну, так, как бы, да, да, ему пофиг, как бы, главное, что я эти деньги за греб за месяц, там, пойду, там, на какую-то другую, там, стройку, или работу еще устроюсь, там, не важно, там, автомойку, то бишь, ну, не важно, какая работа, да, еще на плиту, еще так же где-то месяц от работы, уйду на другую, как бы, главное, нормальный, там, как бы, конечно, я не могу осуждать и таких людей, потому что, в принципе, жизнь ко многим несправедлива, и кто-то считает, что, может, в каком-то плане он что-то от жизни забирает, вот, таким образом, то, что его жизнь обделила, я считаю, что жизнь, она, как бы, многих обделила, там, и меня, да, и многих других людей, вот, допустим, даже взять ту тему, не знаю, может, кто-то смотрел, там, за дворец главы одной республики, да, сколько там миллиардов он стоит и всего остального, вот так вот посмотришь, да, челюсть отвисает, да, там, я, конечно, извиняюсь, друзья, вот там пара-тройка рулонов туалетной бумаги стоит, как, наверное, как мой дом, как бы, какие это может вызывать эмоции, там, или еще что-то, конечно же, мы видим, что, как бы, нас, как бы, дурят, как бы, в жизни к нам относятся несправедливо, да, и многие там считают, вот, такие знаменитые люди или еще что-то, что, если там был труд в твоей жизни, если ты к чему-то стремился, если ты прилагал для этого все, и там, и, наверное, не забывает одного сказать, там нужно идти просто по головам, сметать всех и все на своем пути, это не важно, там, допустим, там, если это работа, то это каком-то там где-то можно настучать начальцу, там, того слить, если там на должности ту занимал, которую ты хочешь в дальнейшем занять, побыстрее, так сказать, дать уйти, там, вот, это я что знаю, допустим, касательно там работ всего остального, если это спорт, то это использовать вот это вот по головам, я считаю, трешток, медийность, там, унижать, как-то задевать чувства человека, выводить из равновесия человека, психологически его ломать, это, да, вот, то, как говорится, это идти по головам, я не считаю, что, вот, смотрите, друзья, на земле, вот, если не ошибаюсь, сейчас под 9 миллиардов людей, если уже не 9, да, вот, казалось бы, у кого-то миллиарды, да, вот, там, миллиарды долларов, да, вот, ну, много таких людей, да, в каком-то плане кому-то, там, повезло, там, наследство, все остальное, я не спорю, бывает, там, ну, и такие случаи, да, вот, но кто-то этого же добился грязным, грязными, там, путями, всем остальным, да, и вот, бывает, человек, который, там, чего-то добился, говорит, что, значит, если у тебя нет всего того же, что есть у меня, там, да, если тебе хватает, там, жизни, чтобы просто покушать, там, и, там, ну, такие, на великие свершения, значит, ты в жизни не трудился, у тебя не было таланта, ты не шел к успеху, там, да, ну, вот, если честно, друзья, я не согласен с таким мнением, лично за себя, я не скажу, что я, там, прям, мега какой-то, там, в жизни, что, прям, перепробовал все, но довольно-таки много, я разными путями старался, вот, у меня еще, знаете, было, наверное, с подросткового возраста, не знаю, может, кто-то поймет, отпишите в комментариях, если поймете, что рожден для чего-то большего, и в некоторых ты моментах понимал, что если, там, где-то не так поступить, что-то сковеркать, что-то соврать, да, ты можешь что-то получить, это больше, там, где-то может пойти немножко по головам, да, но потом ты там сидишь и задумаешься, а правильно ли это какой-то путь будет в жизни, да, правильно ты ли поступишь, или это сделаешь, что-то, да, ну, и, в принципе, последний, последний такой фактор, который я, наверное, хотел, скажем так, обсудить тоже, это один из немаловажных, это, также, я считаю, характер человека, все мы разные по характеру, кто-то устойчивый, кто-то крепкий, кому-то по барабану, кто-то более мягкий, также это может касаться и мужчины, я считаю, что, ну, нет в этом ничего такого, кто-то слабый по характеру, да, вот, сам человек, там, вот, то, что с рождения у него уже вложено, там, тоже, как бы, характер, он же, ну, он поддается каким-то коррекциям, но в основном он уже заложен в свое рождение, это тоже нужно учитывать, и человек вот такой вот сильный, мощный, готовый идти по головам, там, там, несмотря на многое, готовый стремиться, стремиться к успеху, там, и вот потом, когда доходит до этого успеха, смотрит, ну, а почему ж миллиарды людей-то живут так херово, я ж этого достиг, я ж смог, но они не учитывают все эти много факторов, конечно, это не должно никого, как бы, там, оправдывать или еще что-то, да, вот, я ни в коем случае за это не говорю, то, что, вот, стоит оправдать, там, кучу миллиардов людей, кто-то вообще, знаете, там, целыми днями, там, пролежит и реально ничего там не делает для того, чтобы к чему-то идти, просто он забил на свою жизнь, пустил ее, так, по течению, там, реки, да, и пусть она плывет, как и плывет. Я говорю реально за тех людей, которые так же стараются, 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 но пока что у него их нет. Вот знаете, как тоже многие говорят, обязательно нужно стараться, 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 и обязательно потом что-то будет. Пока ничего не могу за это сказать, друзья, вот, за 22 года своей жизни, сколько я живу, пока ничего за это не могу реально ответить. Возможно, когда я чего-то добьюсь жизни, я скажу, что действительно, это так. Так, если долго к чему-то стремиться, обязательно ты получишь там что-то определённое. Если такой момент переломный в моей жизни произойдёт, я обязательно об этом скажу. Вот. Но всё же к чему я веду? Очень много, очень много в жизни того, что много факторов, даже если ты стараешься, даже если ты трудишься, да. Но ты человек по жизни, не используешь там трешток, как я объяснял, там в плане работы, там не важно, там это спорт, и не можешь этого делать. Тебе что-то здесь внутри этого не позволяет. Во многом я могу сказать, что даже если ты идёшь и многому стремишься, много факторов жизненных зависит. Но вот не может прям из 9 миллиардов каждый человек, ну давайте не из 9, возьмём 5 миллиардов, которые там тоже к чему-то стремятся, что-то делают, да. Но не может быть эти 5 миллиардов на земле, вот прям все успешные, такие же там, как, допустим, какой-то там знаменитый актёр, какой-то знаменитый там боец, то бишь бокс или UFC. Вот. Кто сейчас самый знаменитый там боец UFC? Конор Макгрегор. Но ведь если Конор так смог, почему-то кто-то многие не смогли, да. И вот в принципе на столь известный боец во всём UFC, это только Конор. Не 10 таких человек, не 20, это один, да. Также если там взять бокса, ну не теперешние там вот так вот, легенды бокса, сразу что приходит в голову? Это Мухаммед Али и Майк Тайсон. Два, два величайшие. Конечно же там можно привести там Джо Фрейзера, там Ревандера Холлифилда, да, там Льюиса, да и много-много привести. Но вот если спросить о таких, что действительно были талантливы, нереально в жизни всего добились, у меня это два имени, я думаю многие так. Так, это Мухаммед Али и Майк Тайсон. Если мы говорим о там UFC или всё начиналось, ну знаете, у меня наверное вот из таких больше вот уважения о трудях реально, которые вот молодец, всё получилось, это Фёдор Емельяненко. Очень классный человек как в жизни, вот в принципе, такой же как бы и боец. Вот, если вот таких вот прям знаменитых, которые знаменитые всех UFC, естественно это Макгрегор, да, вот. Ну и наверное сейчас Хабиб, Хабиб. Но Хабиб, он в каком-то плане построил себе имя тоже как бы на поединке с Макгрегором. Только после поединка с Макгрегором он стал узнаваемым. Так что, друзья, в принципе, я стараюсь как бы канал этот не закрываю. Вот я смотрю там на ютубах любой другой там, вот чтобы вот уже я веду полтора года, друзья, этот канал и, наверное, он должен называться «Никогда не сдавайся», да. Но всё же, несмотря на всё, друзья, я вам скажу честно, я стараюсь, стараюсь, что возможно когда-то в жизни и у меня такое произойдёт, что если долго трудишься, может к чему-то и придёшь. Ну вот, но пока с 22 года, я скажу честно, друзья, я такого сказать за себя не могу. Вот, ну что ж, в принципе, наверное, это всё, что я хотел обсудить. Просто что я говорю, то, что в жизни есть много несправедливости. Если ты в каком-то плане тоже, возможно, несправедливый ко многим людям, вот такие люди в основном на вершине. Опять-таки, да, там у кого-то миллиарды, друзья, извините, вот они там жируют, просто бесятся там, скажем так, происходящее. Им кажется всё мало и мало. Да что там, скажем так, 10 миллиардов долларов? Я хочу больше, больше и больше. Мне кажется, такие люди уже просто сходят с ума, выживают и всё, да. Вот, а кто-то живёт просто там, что от зарплаты до зарплаты какой-то, или там просто там какой-то месячный доход у человека есть, и вот он существует на нему. И на самый минимум хватает там на покушать, на что-то заплатить, что-то когда-то приобрести там, да. Вот, поэтому, друзья, я хочу сказать, что я отношусь именно к такой. Никогда я не хватал звёзд там с неба, да, никогда у меня там легко ничего мне в моей жизни не доставалось. Наверное, самое лёгкое, вот первые самые лёгкие деньги, которые мне достались в моей жизни, я помню, это, наверное, когда я сделал, помню, ставку. Первый раз в жизни попробовал ставки, и за день я с 300 рублей раскрутил 5000, да. Потом, конечно, не всё так радо уже нашло, но это за всю жизнь, это были самые лёгкие деньги в моей жизни. Вот и всё. Всё остальное отдавалось, скажем так, кровью потом, да. Ну что ж, в принципе, я, наверное, всё, что хотел обсудить, обсудил. Я понимаю, что, скорее всего, этот ролик там наберёт сотку, максимум за всё время две сотки просмотров, но всё же, несмотря на всё это, я считаю, что на моём канале именно много людей меня смотрит таких же искренних, да. И вот, наверное, последний момент хотелось бы затронуть. Вот смотрю, знаете, вот таких вот, бывают там какие-то блогеры, вот реально там, скажем так, вот там душевные, там стримы там проводят, там посмотреть вечером, да. Вот реально видно, человек хороший, там классный по жизни, да, там не лицемер, всё остальное. Он как есть, так и говорит. Таких людей, я считаю, друзья, скажем так, видно, можно определять. А видно, что человек, ну, честно, давайте я назову так мразь мразью, там канал топится в дизах, но зато там, скажем так, у него там прирост таких же дегенератов, которым нравится, там он творит ужасные вещи, там допустим, да. Вот, ну, это, к примеру, того же, возьму придурка, извините, что так назвал, это, к примеру, такие каналы, как мне один раз посоветовал мой знакомый, это Мелструй, да. Ну, то, что он творит на стримах, ну, это дегенерат, и я считаю, это паразитирующий человек, который ещё паразитирует много вот молодых там девушек, парней, да. Вот они видят всё это, скажем так, происходящее дерьмо. А есть реально хорошие там блогеры, да, и, ну, у них нет популярности той медийности, нет трештока. Поэтому это говорит о том, что много сейчас людей, опять-таки, тоже сдвинутых по фазе. И человеком в 21 веке оставаться, на самом деле, очень трудно. Я думаю, кто со мной, скажем так, кто, скажем так, я думаю, есть люди, которые меня в этом поймут. Ну, что ж, давайте дальше пообщаемся в комментариях. Всё, что я, наверное, хотел с вами обсудить, видимо, полчаса, как бы, общался, я обсудил. Дальше, думаю, давайте с вами пообщаемся в комментариях. Очень, в принципе, для это, это для меня как-то важная была очень тема, я понимаю, что её практически не просмотрят, но очень важная тема, накипевшая за года, друзья. Это не спонтанно пришедшее что-то в голову. Я действительно, вот, как-то хотел поделиться этой темой, ну, вот, за года, за года, да, ну, а думаю, ну, а с кем там, с товарищем, думаю. Там он, там, выслушает и скажет, так, что ты мне рассказываешь, я ж такой же, как и ты, да, там, в каком-то плане. Вот, поэтому, а так я вот, хоть у меня и маленький канал, там, хоть я и ноунеймом даже себя не считаю, но я очень сильно хотел с вами поделиться этой темой, друзья, и, надеюсь, пообщаемся также в комментариях. Ну, на этом будем прощаться и до новых встреч.